привет зритель ща будет съесть или выкинуть вторая часть масляная я тут собрала не только то что уже как бы выкинуть потому что она уже использовалась но и то что еще как бы съесть потому что есть те которые можно было бы и выкинуть начну с пустых бутылочек у него тут уже внезапно все подстерлась с дальней стороны олег луглио не знаю честно как произносится лаклио это у нас виноградное масло рафинированное дезидорированное целый литр я за 300 с чем-то покупала в начале года на озоне и подобное еще будет этой же фирмы только другое я буду приводносить оду это такое шикарное масло не только но вот я как бы пробовала сейчас у меня есть еще другой фирмы вот это очень классное масло но мне очень понравилось его надолго хватило но очень экономично его вкусно в салаты на нем хорошо жарить хорошо готовить куда угодно в общем очень классное масло сейчас она стоит на зоне в два раза дороже меня душит жаба но если вы еще не пробовали виноградное масло я вам советую от такой фирмы ну говорят пятерки и дешевле другой фирмы но если чё от этой фирмы я вам советую не только это масло вообще любой другой масло вообще лифон советую эту фирму очень классная фирма итальянская сделана в италии итальянская фирма на глио суперская вообще не конечно если вы вдруг решите мне сделать сюрприз то я буду рада такому маслу как я и сказала и еще одно вот здесь еще не успела стереться потому что она быстрее закончилась лаглио это у нас масло арахисовое тоже рафинированное дезодорированное и тоже целый литр и она стоила примерно столько же как то за 300 чем-то его покупала сейчас она можно на идее по 400 чем-то на том же допустим в айберисе вот оно дешевле чем вот это вот я их тогда купила в паре но второй я открыла только когда уже виноградная закончилась вот чисто арахисовое одни рафинированное но мне нравится чтобы добавлять допустим в какие-нибудь пасты его арахисовую пасту арахисовую халву так еще что-то такое в салаты вкусно вот это мне не понравилось салаты но как-то я не прониклась на нем хорошо было жарить я на нем делала эту заправку борщевой второй день ем борщик на борщевой заправке но именно на нем слушайте там что-то еще осталась какая-то капля здесь ничего не осталось здесь все вышло а вот здесь еще внезапно капля какая-то осталась можно будет эту каплю вылить руки допустим помазать но и сроки у него были с октября 19 года по 21 в общем два года срок годности 16 октября прошлого года по 15 октября 21 года у этого с 11 ноября 19 года и по 10 ноября 21 года вообще-то чуть-чуть помоложе это чуть-чуть постарше но они оба закончились я теперь для себя решила что буду покупать вот если арахисовая то только не рафинированная чисто вот для каких-нибудь там своих вот этих раз и арахисовых паст там арахисовую холму или что не такое ну или так если уж грустнется в салатик у меня закончилось вот такое вот масло это оливка с лимоном это греческое масло в греции сделано в греции купленная 50 миллилитров спрей мне подарила одна моя скажем так один мой близкий друг женского пола мне это подарил ей привезли с работы как сувенир медитеране тейст ккл сити си я уже сити там прививаю к ккл си сделан 30 октября двадцатого года они этот он жил бы до 30 октября двадцатого года как он мог сделан быть если он сейчас еще не случилось такое счастье в общем но он не дожил он у меня закончился не то чтобы быстро я им спрыскивала салаты и по большей части по большей части я ему спрыскивала салаты но иногда вот тут как бы я его для жарки не использовала может только пару раз а так чисто спрыскивала салаты так и иду какую-нибудь еще слушайте такая классная штука вот вообще день и ночь с каким-нибудь оливковым маслом который день тут у нас продается настоящее оливковое масло с экстрактом лимона или как то так если вдруг увидите в греции а вы туда поперлись а вдруг внезапно то я вам советую не знаю где продается просто придете приедете в грецию скажете чуваки я вот хочу такое масло купить продайте мне его ну или кому и там купите мне его да классное масло где-то у меня еще пустая бутылочка у меня закончилось кунжутное масло первый отжим первый холодный отжим сыродавленная нерафинированная от фирмы русска в ашане можно купить а можно купить на озон я по-моему в ашане покупала оно 5 ноября 19 года рожденное и 24 месяца живет но закончилось я его в салаты добавляла с кунжутом мешала когда делала кунжутную халву еще куда-то сувала но по-моему его в общем вкусно в кунжутную халву сувать а можно и без него просто кунжут с сахаром перетереть и вкусно в салаты в салаты очень классно вообще делала когда как-то эту фунчозу с чем-то там или что-то типа того добавляла в общем вкусно в салаты как-нибудь себе еще приобрету не обязательно этой фирмы но неплохое масло можно сказать хорошее масло и ну не сказать чтоб такое как бы дорогое было да так вот это масло я его уже как-то обозревала все стили выкинуть но у меня стоит я тогда чё-то его вау вау масло масло быстро закончится купила еще ройтай продается в в ашане 349 рублей по-моему сейчас по-моему так вроде и стоило может до 349 рублей в пятерке можно купить за 400 чем-то но там как-то была скидка и оно стоило чуть дороже чем в ашане без скидки на озон оно стоит примерно так же как в пятерке как-то видела хорошее масло вообще отличное масло рафинированное кокосовое универсальное единственное что конечно на нем салатики не сделаешь но ну сами понимаете какое для жарки готовки вообще оптимальный вариант очень классное масло мне очень понравилось тайское масло сроком оно до двадцать девятого апреля двадцать первого года то бишь начало 20 ну где то вот в общем не надо будет его уделать если я его не уделаю я буду мазать ручки ножки тому подобное она уже будет несъедобно им можно будет просто мазаться очень очень классное масло я вам советую может сказать довольно бюджетная потому что вот раньше я покупала масло на том же озон индийская пара счет как но но конечно больше для красоты волос рук прочей фигни косметики да но я на нем еще и готовила она была не рафинирована соответственно она кокосом конкретно отдавала это более нейтральный такой аромат и вкус но она стоила 900 рублей за литр можно она как-то купила 900 рублей за литр как-то ухватила а по большей части где-то тысяча за литр ну по рублю за миллилитр получается а тут очень даже бюджетно все я считаю и она как-то как я от него восторгалась а когда первый раз купила как я хотела его снова повторить но чё-то оно мне не пошло вы не смотрите что ну тут вот так салаты оно как-то ну так себе на жарку оно стало прыскаться в общем у меня первая бутылка была это мистер рика с маслом авокадо подсолнечное масло рафинированное дезодорированное с добавлением масла авокадо ну и цветом видно что но как бы немножко другое на самом масло авокадо у меня что-то сначала жаба душила потом как-то руки даже не тянутся даже на авокадо само как-то мне не тянет ну как то не знаю я делала какие-то салатики но не очень внезапно сочеталась с какими-то составляющими салата может быть просто моему организму сейчас авокадо не надо но как-то оно на меня не очень хорошо влияло особенно по большей части на моё пищеварение не очень хорошо влияло в общем оно стало брызгаться вот даже на моей супер сковороде на которой ничего не пригорает и она вообще шикарная от нее тащусь такая горница что ли та самая большая сковорода которую по моему обозревал в каком-то стриме такая тяжелая тяжеленькая и можно кого-нибудь стукнуть и будет больно или просто тяжеленькая вот на ней но вот другие масла нормально себя ведут а это жаришь что-нибудь и вот она начинает прыскаться эти масляные шарики горяченькие отваливаются отпрыгивают как-то ну чуть-чуть положишь прыскаться чуть побольше положишь как-то не прониклась я им как-то разочаровалась она у меня состоит вот чисто какую-то я там заготовку на нем дело когда у меня арахисовая закончилась потому что она была целый стакан у меня как раз был арахисовый стакан там оставалось еще немножко на другую заготовку какую-то типа как заправки борщевой только что другое тоже какая-то заправка для супа я добавляла уже это вот в заготовки нормально салаты так какой-то вкус есть но все равно больше чувствуется подсолнечное масло чем от авокадо 1 1 такая партия у него как-то лучше в общем я поняла что его больше не буду покупать для салатов максимум но максимум не вот если бы она была допустим каких-нибудь там 250 миллилитров не бы 250 миллилитров до салатов этого хватило за глаза и уши честно я вам его не советую сама больше покупать не буду по крайней мере от мистера рика ну и потом лучше уж купить полноценное авокадо на озоне я видела там по моему за 500 миллилитров 650 рублей оно стоит ну да дорого конечно но как бы можно иногда и попробовать там если вдруг что она тут в двух пакетах она вообще мне в деревне было не первый раз покупаю магните продавалась а сейчас как бы я и давно уже не покупался не знаю сколько ну где ну продается 64 рубля вроде стоило ли как-то около 60 тут 250 миллилитров это льняное масло нерафинированного холодного отжива flex oil 100 процентов сделано оно у нас 30 августа 19 года и срок годности 24 месяца сто процентов масло нерафинированного холодного отжима изготовитель пк вкус и здоровья изготовлена по заказу трио dial export город ступино московская область в общем магните оно продавалось сейчас какой-то другой фирмы продаются вот у нас в нашем магните я его несколько раз покупала это было в деревне его добавляла ну дело с ним салаты и так иногда куда-то добавляла но по большей части для салатов вот салаты и еще лимонного масла лимонного сока кстати вот салат делала с ним и как-то был были моменты что вот его добавляла а потом прескала вот этим очень вкусным вместе сочетанием оливковое с лимоном и вот это льняное масло или просто льняным маслом заправляете какой-нибудь салат растительный да лучше от всяких из всяких растений овощей прескайте туда немножко вот лимончика выше даже чуть-чуть очень вкусно вот но но мне остается я его периодически такое буду покупать так очень я хотела масло рисовых отрубей что-то про них читала мне она периодически попадалась мне так душила жаба но тут внезапно увидела по скидке на озон пол-литра и купила я уже его обозревала но вот сейчас скажу честно я им не прониклась жарить на нем хорошо оно отличное экономное можно жарить салатом но идет как-то я чувствую там какой-то отдаленный привкус как бы подсолнечного чем-то нет я понимаю что рисовый рисовых отрубей что действительно хорошая марка тайра но я ожидала несколько иной вкус какой угодно но какой-то вот оно рафинированное но ощущение вот мне хоть думалось что оно будет или безвкусно или какое-нибудь что-то иное по вкусу но вот там чего угодно отражается но как-то оно мне не понравилось не пошло мне совершенно вот хорошо как бы с чесноком его мешать заправлять допустим спарджу соевую да вот оно вкусно так как-то идет не оно не чисто вот этим подсолнечном или еще что-то но какой-то вот странненький такой вкус в общем жарить на нем отлично оно без куста без запаха в этом плане идет никакого вкуса вообще не ощущается другого вот еда еду ту которую жарите такая есть готовить там на нем я его вчера добавляла в печенье которая сегодня в купе запастила может быть даже не помню кидала в телеграм-канал или нет но вот в салаты оно нет чисто для жарки и вот хорошо что я заказала тогда только такую бутылочку можно сказать маленькую штамм и 5 литровые были бутылки от этой фирмы литр 5 литров вот такая пол литра она уйдет у меня на жарку я его больше не буду покупать не именно этой фирмы вообще рисовое масло масло рисовых отрубей честно вот аромат и вкус на любителя и если вам нравится то таро отличное масло а так не сошлись мы с ним во мнениях скажем так и тут у меня еще одно масло крепещите бояльцы каждого дня каждый день подсолнечное нерафинированное масло 1 литр ну вот что то я его купила я покупала у них льняное оливковое масло как-то каждый день может быть даже его обозревала нормальное оливковое масло нерафинированное каждый день вот это я купила добавляла в семечки что то я делала может быть подсолнечную холу может еще что то делала в общем куда то добавляла в такие вот моменты в арахисовую пасту как-то добавляла с кунжутом мешала вот сладости его добавлять чисто так вот нормально по большей части я с ним сейчас делаю наливаю на руки чуть-чуть и вот так делаю потому что что то руки но сейчас они еще более-менее сегодня еще нормальные а так у меня снова тут сухость пошла как бы не всегда пользуюсь перчатками чтобы помыть посуду и как-то у меня был период что перчаток не было увезла в сад и они соответственно там только в саду и остались а и как бы а посуду надо было мыть и руки как-то вот не очень хорошо себя чувствовали ну вот маслом спасалась у него еще срок годности заканчиваться я вот не очень понимаю потому что на некоторых маслах вот на льняном вот этом 24 срок годности 24 месяца 2 года грубо говоря как-то масло покупала в пятерке на нем был срок годности 9 месяцев вот в чем прикол это вот ход этот продавцов чтобы побыстрее у на них еще что-то купили как-то покупала нерафинированное масло не помню какой фирмы подсолнечная 2 года она жила это живет год у него до срока годности совсем чуть-чуть остается но до 5 ноября двадцатого года я вот думаю если оно уже срок годности пройдет я буду руки масло вы если знаете что допустим с этим маслом ничего не случится и она нормально хранится в темном месте стоит как обычные масла все его можно допустим в еду добавлять несмотря ни на что там допустим два года хранится нормально масло это живо подсолнечное нерафинированное дайте знать в камен или вообще просто свои мысли по поводу этих сроков годности масел у разных фирм потому что я что-то немножко в прострации конечно могу загуглить в какой-нибудь поиск в тот же дюк-дюк этот линуксовый но как то вот можно же у зрителей спросить хрен ли я тут ролик пишу да вы можете мнение свое высказать можете не высказать как хотите всего вот такой у меня обзор съесть или выкинуть вторая часть его накопившегося там не знаю за сколько времени в этом году я даже не помню когда последний раз снимала этот съесть или выкинуть но я разделила тут немножко еще будут про отдельный ролик сахар какао и цикорий но и там еще какой другая четвертая часть уже просто всего подряд того чего не очень много получилось но в общей сумме его прилично тут у меня год по пакету шарахается любят ваши котики пакетики вот мой любит котик пакетик чтоб все поняли что он действительно код всем спасибо за просмотр пока